Бездыханное тело протестующего в ногах у бойца в Балаклаве. Сотрудник внутренних войск замер с ужасом в глазах. Руки разведены в сторону. Кажется, он сам в шоке от того, что только что совершил. Этот знаменитый кадр стал символом террора, самым популярным мемом Августа и главным фейком белорусского протеста. Мы нашли героя фотографии, чтобы выяснить, как все было на самом деле. По правилам службы этого рода войск раскрывать имя человека в форме нельзя. Но по его глазам вы легко узнаете, что это именно он, мужчина с фотографией. Парень был у нас, и ему стало очень плохо. Как потом оказалось, у него было алкогольное опьянение и очень сильное наркотическое опьянение. Я увидел в метрах 100 от нас стоит скорая медицинская помощь, и я дал команду своим парням, что надо его в эту скорую медицинскую помощь доставить. Все, потому что жизнь здоровья человека, это в первую очередь превыше всего. Соответственно, мы его достали и стали доставлять в скорую медицинскую помощь. Он просто был без сознания, лег и лежит на земле. Соответственно, я пытаюсь оказать ему помощь, чтобы привести его в чувство, и тут же справа, может, в метрах 50 стоят люди и кричат «отпусти его!» «Отпусти, отпусти!» Я говорю, я ему оказываю медицинскую помощь. Они не слышат. Народ просто, он обезумел. Они качат «отпусти, отпусти!» Тут я встаю, убираю от него руки, показываю вот так, и говорю, я его отпустил, и что теперь? А он лежит просто. И они не понимают, что сказать, они не знают, что мне на это ответить. Я сказал своему товарищу, беги за медиками, доставь их сюда. Медики прибежали, я им рассказал, в каком состоянии, что с человеком. Они ему оказали помощь, они ему вкололи, не знаю что, но они ему вкалывали, они поставили ему капельницу прямо там на месте. Они прямо на зеленой зоне ставили капельницу. А вот еще одна история, как под копирку. Задержание велосипедиста. Крик сирены, красный огонь от фар, человек падает на землю. Первая жертва в Минске. Такие заголовки полетели в социальных сетях и СМИ, где не принято проверять информацию. К счастью, парень жив. На него не нападали. Сотрудники внутренних войск, наоборот, спасали его. Велосипедист потерял сознание из-за проблем со здоровьем. Группа велосипедистов начали нарушать общественный порядок. Выезжали на проезжие части, ездили не по местам, которым им отведены. В соответствии, что они нарушали административный кодекс. И было принято решение задерживать за нарушение административного правонарушения. После задержания гражданина, спустя определенное количество времени, где-то порядка 3 до 5 минут, этому гражданину в машине стало плохо. Как он сказал, что у него закружилась голова, о чем мне мой боец доложил по радиостанции, и я дал команду вывезти его на улицу. Соответственно, мы его не выносили. Он вышел на своих ногах. Ввиду того, что рядом, вблизи машины, не было никакой лавочки, никакой скамейки, куда можно было его посадить, мы приняли решение посадить его на бордюр возле дороги. На что сразу у нас, точнее к нам, возникли мимо проходящих граждан вопросы, что мы его бьем. Мы его не били, мы его задержали. Гражданину была оказана первая медицинская помощь. Ему дали понюхать нашатырного спирта, чтобы он пришел немножко в себя. После чего у него случился приступ, похожий на эпилепсию. Ну, я не работник медицинской службы, конкретизировать я не могу. Наши дальнейшие действия были, мы его положили на бок, чтобы он не захлебнулся собственной пеной, и открыли ему рот, соответственно, чтобы он не заглотил язык. Как это нам и предписывают. То есть жизнь, здоровье человека, что бы он ни сделал, ну, это в первую очередь, оно всегда и везде. И после чего, соответственно, мы уже вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала в течение пяти минут и сделала ему, соответственно, уколы. И мы передали их его сотрудникам медицинской службы. После чего он убыл, и как бы вот мы отслеживали новости, все с ним стало хорошо, как бы пошел на поправку. Как же все было на самом деле? В этом нам приходится разбираться сейчас, после того, как ребята в форуме уже стали главными злодеями лживых новостей. А вот угрозы и оскорбления, которые каждый из них получает сегодня от анонимов, все это реальные сообщения. Шлют их и женам, родителям, всем, кого нашли в соцсетях. Но никто из них менять профессию не намерен, даже если впредь их вновь ждет мем из псевдоновостей. Субтитры создавал DimaTorzok